всем привет привет всем здравствуйте я рада очень приветствовать вас на прямом эфире посвященным дню святого валентина сегодня будут очень романтичные дизайны которые будут вам помогать в работе если кто-то у вас будет из клиентов спрашивать дизайн с такой тематикой и сегодня девочки прямо со стола начинаю потому что очень много информации нам нужно успеть много всего сделать и болтать просто совершенно некогда меня зовут анна грешенкова я сегодня ваш спикер на канале эми офишал и так сегодня мы поработаем с вами коллекции lost in time очень красивые цвета и как раз здесь хорошо подойдут нам под нашу тематику 388 387 389 391 394 то есть смотрите целых пять цветов прямо вот действие с 10 попадают в наш с вами праздник любви и сегодня также мы поработаем стемпингом с вами с пластины такой вот кружевной она тоже мне кажется очень классно подходит потому что все эти кружавчики сеточки цветочки ажурные какие-то узоры очень и очень тоже нам с вами подойдут под 14 февраля так и я еще для вас подобрала вот такую подборочку сделала подборочком декорации которые бы я могла тоже использовать смотрите очень много шермиконов у нас если брать шермиконы можно и такими вот а-ля 90 до интересные тут есть смотрите и баночка с любовью и такие конфеточки да и какие-то надписи может быть тоже какие-то наклеечки которые можно с этим сассоциировать новогодних декорациях как ни странно тоже есть отсыл который мы можем сделать 14 февраля это у нас возможные звездочки бантики ключики если мы пририсуем к ним замочки в виде сердечка получится очень даже я думаю классно естественно предназначенный шермикон именно для 14 февраля который просто изобилует разными сердцами осенний вариант до который тоже имеет и надписи любовь и сердечки какие-то и золотые бронзовые очень красивые тоже нам подойдут линеарные рисунки всевозможные сегодня как раз мы ими поработаем вот это вот коллекция мне очень нравится давайте мы тут перевернута кверх ногами есть всякие такие забавные сердечки это для тех кто любит до больше такие более молодежные варианты то и купидончики и линеарные всякие и смотрите прикольно здесь есть вот такие вот булавки на которых наколота сердца боже какие ногти юлида ногти вот такие ногти мастер-класс по ним уже на монтаже поэтому скоро будет тоже на стене ждите это тоже для фанатов 90-х тут есть game over можно тоже и слезы это к несчастный какой-то может быть любви розочки сердечки в виде пикселей линеарные опять же рисунки и более классический вариант смотрите заметила что украшение тоже в виде сердечек поэтому можете тоже их отнести и что-то сделать тем кто не любит какие-то экстравагантные ногти а любит такую проверенную добрую классику с какими-то украшениями так первый дизайн который я вам хочу показать я сделала для него уже за кадром белую подложечку чтобы не тратить на это время в эфире и мы поработаем сейчас на нем 389 номером это очень красивый цвет девочки он жемчужный он может у вас лечь как и плотно если в два слоя положить так и дымкой и знаете из него что из него очень очень круто получаются растяжки здравствуйте сушим очень круто получаются растяжки и сегодня мы тоже с вами сделаем растяжку им сейчас тоже сделаю еще один фон для другого дизайна он тоже будет у нас на белом все цвета из коллекции lost in time они имеют очень низкую остаточную липкость и вообще они однослойники они очень очень плотные но вот этот цвет его можно как плотно положить так и растянуть в дымку можно им что-то перекрывать да если вы перекрываете им неоновые цвета здравствуйте если перекрываете неоновые цвета то получаются более нежные цвета если вы такие два типсика рисовал для мастер-класса если вы хотите например избавиться от сильно яркого фона и превратить его в такую аквариумную дымку тоже можно перекрывать тоже очень круто смотрится ваши эфиры супер спасибо большое светлана мне очень приятно так так все подсохло все подсохло и что мы с вами делаем дальше мы с вами берем два цвета первый у нас будет 388 типсик пока отложим и 2 у нас будет универсальный такой 391 и берем для работы штамп берем для работы штампик сейчас вам покажу технику показывал ее на имя экспо и она очень хорошо зашла очень классно как раз получается такими немного более темными цветами оттенками нам для этой техники кроме штампа и двух цветов понадобится еще любая поверхность у меня это колпачок от штампа так что мы делаем мы берем штампик и наносим капельку материала на него теперь берем любую поверхность и начинаем просто штамповать просто так вот так вот пошлепали и смотрим получается вот такая вот сеточка красивая эту сеточку мы переносим на типс наверное вам будет не очень видно прямо не просушивая можно получается вот такие вот пузырики и это кладем уже в лампу штампик чистим либо вы можете еще остатками доставить какие-то моменты да если вы хотите я хотелось двумя цветами сделать поэтому классно на хаки да спасибо очень крутой очень способ вообще очень быстрый и очень классно выглядит я сама от него в восторге так почистить штамп чищу я девочки обычно просто об скотч либо обычный либо бумажный бумажный мне больше чуть нравится видите я все как бы за пару раз с чищу а бумажный мне больше нравится потому что я могу в любой момент оторвать эту грязную штучку и выкинуть так теперь второй цвет делаем то же самое с 391 391 тоже на штампик капельку буквально это я вот уже прям переборщила потому что именно вот в этой коллекции очень таки плотные цвета прям поэтому нужно совсем немножко совсем немножко также тын-тын-тын натыкали и смотрим как у нас красиво это расползается когда красота достигла апогея мы центруем смотрим где нам хочется какой фрагментик и печатаем можно прямо вот остаточками тоже попечатать смешать два цвета и получается такая паутинка все фиксируем и смотрите раз у нас нет остаточной липкости практически да то что мы можем с вами сделать мы можем практически сразу же прикрепить шарми кончик у меня это будет вот такой вот шарми кончик с поцелуем вынимаем его и открепляем монтируем на ноготочек смотрим куда разглаживаем хорошенечко можно прям пальчиком в перчатке и у нас такой получается всплеск эмоций так и перекрываем тэкл сом я сейчас прям сижу девочки и тащусь от того как у меня расположена камера я потому что столько с ней экспериментировала уже и мне было постоянно не очень удобно а сейчас прям кайфово вообще на у меня стоит так сушим слушаем и мы дальше поработаем с вами импастой поработаем импасты я возьму вот такую вот импасту черную смолу и еще будет у меня вот такая вот импаста из осенней коллекции жанна всем привет 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 же из осенней коллекции очень красивый такой вот оттеночек розовый нежный и смотрите если у нас уже готов контур я очень люблю шермиконы использовать также в качестве контура да к чему-либо мы можем в таком виде оставлять или если у нас располагает и предполагает это картиночка то мы можем это все дело еще разукрашивать сейчас я специально нарисую контуром сердечко я его рисую черным мы можем его и черным а можем мы его и черным оставить а можем разукрасить еще розовым я планировала розовеньким разукрасить но сейчас рисую черным и мне тоже так нравится когда бывает задумка 1 в перспективе она немножко трансформируется а розовым мы уже например разукрасим губы так полагаю что это девушка с губами вот мы можем например разукрасим вот можем так кстати оставить мне тоже так нравится сушим можно розовый сердечко розовеньким разукрасить так типс компаньон который я делала когда-то готовилась к эфиру вот такой у меня да с декорациями которая тоже вам показывала с шермиконом и здесь одно из сердечек я разукрасила вот такая получается такой дуэт вот мне кажется что черное сердечко тут тоже кайфово смотрится я думаю что оставим так прикольно еще белым тоже печатать по перламутру получаются тоже очень красивые брызги так погнали дальше потому что вариантов сегодня достаточно много чтобы нам все успеть так следующий вариант у меня будет с градиентом я его сделаю цветом 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 391 сделаю фон светлана что произошло а то произошло что за набор сейчас я работаю набором lost in time это у нас была осенняя коллекция но она очень актуальна была и зимой и сейчас до сих пор очень и очень актуально тоже так покрываю фон готовы слушаем так и и и и и беру как раз сейчас 300 389 на градиент кистью для градиента сейчас вам покажу как быстро это делается и как просто и вы можете на любой цвет сделать такой градиент очень классно получается накладываем ведь он достаточно плотный я белую подложку делала просто чтобы прям ну совсем совсем плотным был вот но можно его растянуть и в дымку причем за счет шиммера он тянется очень очень классно вообще все шиммерные оттеночки они все тянутся хорошо если видите что в цвете блёсточки шиммер какие-то вкрапления значит ну процентов 80 90 что он классно у вас растянется вот такой вот беленькую дымочку сделаю сверху и посушу так пока сохнет типс готовим с вами пластину сегодня буду печатать и краской и лаком для стемпинга смотрите здесь я хочу отпечатать вот этот вот узор потому что когда тоже готовилась я заметила что верхняя его часть практически повторяет форму сердца поэтому я думаю что это будет очень актуально и мы как раз попадем в нашу тему так сейчас я сделаю так я на заранее намешала уже розовый цвет импасты красивый который мне нужен смотрите у меня оттенок достаточно такой в холода фиолетовый уходит поэтому я думаю что здесь будет более актуально тоже такой холодный розовый и когда вы работаете с импастой в стемпинге тут вообще все очень кайфово в плане того что никуда торопиться не надо делает все неторопливо в том темпе который вам нравится ничего там с бешенными глазами не хватаем не стираем единственный момент который вам может например где-то поторопиться вам нужно будет это момент когда вы отпечатываете вы можете сразу же отпечатать так же как я печатала сейчас брызги не просушивая да аккуратненько а можете чуть-чуть зафиксировать в лампе и тоже отпечатать сейчас я штамп почищу вот так стираем и здесь смотрите девочки штампик штампик лучше всего опускать вертикально и поднимать медленно-медленно чтобы краска успела отпечататься задержали немножечко и медленно так приподняли и вот нас все отпечаталось я чуть-чуть зафиксирую в лампе чуть-чуть зафиксируем сейчас сюда коробочку поставлю на ней удобно ротку класть как раз я из кадра не убегаю чуть-чуть прям зафиксировали и прицеливаемся печатали вот это все кружево у нас будет внутри и мы сейчас с вами перекроем матовым топом вельвет топ перекрыли сушим мы можем так оставить но мы можем также и дополнить дизайн я думаю что мы возьмем сейчас линеарную кисточку и возьмем с вами эмпасту белый рафинад и дополним росписью капельки сделаем они же вензеля всеми любимые вот такая у нас штука получится я специально делаю вам в двух вариантах компаньонами чтобы вы представляли не надо было досушить кружево можно было чуть-чуть зафиксировать но я знала что я буду делать диана еще роспись сверху поэтому я не стал на этом заострять внимание потому что у меня все равно здесь много чего закроется росписью если у вас выступает стемпинг в качестве основного дизайна до главного то чтобы он не смазался то поможет можно посушить его конечно вы правы так берем и смотрите рисуем вензеля на каждой для каждой капельки мы берем отдельный с вами отдельную капельку на к на к для каждого как бы завиточка ведь берем отдельную капельку так ведем давайте придумаем как у нас это будет мне очень нравится сочетание матового топа и эмпасты потому что эмпаста остается у нас с вами глянцевый а топ матовый очень красивую делает бархатистую подложку под этот глянцевая линию эффект мне очень нравится плюс щек ко всему по матовому топу получаются очень и очень тоненькие красивые линии им пастой обрисовываем сердечко так смотрите у меня получилось чуть чуть криво и я на самом деле даже люблю такие моменты потому что я могу что-то дополнить снежана не любит вензеля до снежан многие мастера не очень их любят но многие и очень их любят поэтому и клиенты многие любят поэтому сегодня с вензелями и даже когда я отрисовала девочки я обратила внимание что очень удобно конечно по зеркальности ориентироваться из-за того что штампик уже поставил нам с вами даст какие-то ориентиры если симметрию кого-то проблемы то градиент снежана любит да я обожаю тоже градиенты если симметрии проблемы то здесь очень хорошо вас подстрахует эта разметка наталья не получаются вензеля ну да такое тоже случается тут знаете как за вензелишь потом не остановить обычно у кого-то градиент у кого-то стемпинг не получается у всех разные мне без вензелей больше нравилось они придали грубости воздушному дизайну возможно у всех очень разный вкус поэтому каждому нравится свое видите кому-то вензеля кому-то градиенты кому-то еще что-то на мой взгляд здесь что я хотела показать я хотела во первых дать лайфхак такой небольшой мастерам кто переживает за счет насчет симметричности дизайна да потому что симметрия здесь интересно когда такой рисуешь дизайн по центру и часто симметрии проблемы здесь во первых вы себе как бы уже наметили какие-то моменты и симметрии будут будет легче справиться и еще момент такой здесь есть что появляется эффект глубины дизайна и трехмерности потому что у вас что-то внутри на что-то снаружи получается из-за этого получается вот такой вот объемный эффект и с барельефом вот симметрия туда наталья пишет вот для симметрии очень хорошо когда у вас уже есть какие-то ориентиры когда есть ориентиры вы можете взять и на них опираться то есть посмотрите здесь очень много вот таких вот например точечек от которых вы можете отталкиваться либо уже какая-то заданная траектория по которой вы также можете ориентироваться так ну что давайте следующий вариант посмотрим так следующий вариант у нас будет с вами все эти я один взяла такой более размашистая может быть граффити да и более молодежный это более такой классический с вензелями вариант тоже имеет место быть и много таких клиентов кто любит такие варианты следующий вариант у нас будет такой тоже неоднозначный неоднозначный на белом фоне я его сделаю я уже его подготовила до вначале мы с вами подготовили белый фон и мы на него будем печатать вот такую вот сеточку вот такую сеточку с этой же пластины будем делать с вами красным цветом красным цветом так что я схватила его не знаете так берем красный лак для стемпинга здесь у нас уже пойдет опечатывание лаком поэтому мы здесь движение наши делаем более быстрые более быстрые наносим лак и переносим на типсик так готово теперь берем красный бордовый точнее бордовый это у нас будет 388 и покрываем нижнюю часть типса у нас будет верхняя ажурная а нижняя будет у нас вот такая сушим так это у нас тоже подсох так неплохо бы туда какой-нибудь золотистую полосочку наверное было бы и я ее тут я дворечницы немножко не подготовилась золотистой полосочкой как раз бы шерми кончик туда золотистый за бабах так перекрываем да попробуйте наташ на стемпинге он хотя бы вам задаст траекторию перекрываем тэклас после просушки даже можно было я думаю что до середины я тут сейчас вот сухой кисточкой прям сниму тэклас с кончика потому что он нам тут вообще не нужен лишнюю толщину делать подсушу еще так что нам понадобится дальше дальше нам понадобится белая эмпаста белый рафинат белый рафинат и понадобится песочек бархатный песок и мы сейчас с вами все что мы сделали красным замажем белым так красную часть берем белый рафинат и закрашиваем прямо поверх сейчас предугадываю некоторые комментарии что с кончиков потом может слупиться там будет плохо носиться это как вариант это лак стемпинг да это был сейчас стемпинг уже лаком для стемпинга вот все это так поэтому это вас вариант на подумать в это можете сделать и сверху до чтобы это носилось лучше и это может быть какой-то треугольной вставкой это может быть не на пол ногтя да то есть вы можете сделать и каким-то треугольником из или сверху может быть какой-то фигурой или ровно отделить какую-то часть поэтому здесь пожалуйста ваша фантазия вам подскажет как это сделать так чтобы ваши клиенты то что вы своих клиентов знаете лучше чтобы ваши клиенты это носили без проблем нам все закрашиваем можно даже не очень прям супер ровно супер ровно нам нужно прорисовать только вот эту вот полосочку поэтому я возьму белую краску и прорисую немножко подровняю ее так и песочком все это засыпаем паста у нас без остаточной липкости высыхает поэтому все что песочек пропитает тоже будет без остаточной липкости прям хорошенечко все просыпаете по бокам излишки стряхиваем получается у нас вот такая вот сахарная лохматая поверхность которую мы будем сушить лампе но прежде чем это сделать прежде чем посушить мы с вами еще сделаем рисунок по непросушенному вот этой вот поверхности посыпанный песком импаста посыпанная песком мы берем с вами апельсиновую палочку и допустим можно сделать сердечко пока вы делаете ничего вообще не случится страшного наоборот песок еще лучше пропитает импасту нам нужно выбрать всю краску чтобы у нас осталось вот такой вот вдавленное сердечко можно на границу еще шермикон прикрепить под теклас на можно еще что-то еще например дать еще одно сердечко расковыряем можно там как-то положить градиентом тут вам найти пространство для размышлений идеи но подумать может быть докрутить какие-то варианты вот свой по своему вкусу так и сушим лампе я например в варианте которую я готовила делала еще в вертуре в вертикальном положении и вот такой вот расковыривала надпись лава после просушки нам нужно будет песочек стряхнуть для этого я использую щеточку и прям пожестче его стряхиваете чтобы у вас все что не нужно все осталось в кабинете не ушло вместе с клиентом вот такой получается вариант стряхиваем и сверху можно стереть остатки лака уже чтобы смотрелось более аккуратно красный цвет вообще хорошо очень вытирается и вот такая вот парочка получилось у нас в третьем варианте опять же повторюсь если вы хотите что чтобы например у вас клиента ни в коем случае ничего не соскоблил процессе носки да смотрите ориентируйтесь по клиенту если он аккуратно носит то можно а если дотсом это сделать так конечно снежан можно дотсом можно просто железная поверхность она не так скажем поддевать краску а так чем вы растолкаете песочек вообще не имеет значения вы можете это сделать или дотсом можете сделать не знаю зубочисточкой можете сделать какой-то апельсиновой палочкой до который у вас есть то есть чем-то чем вы можете тихонечко аккуратно растолкать эту поверхность и освободить ее для какого-то рисуночка все отлично давайте дальше и дальше у нас с вами как раз остался последний вариант мы его будем делать на темно-фиолетовом фоне до 394 у нас будет вообще когда готовилась к этому эфиру вариантов у меня было много и я постаралась включить в эфир варианты достаточно такие быстрые для исполнения и которые вам могут помочь в работе еще и вот такими то лайфхаками да как например сделать симметрию уже заранее себе разметить как карту дорожную до чтобы у вас уже ли легли все ваши вензеля кто мучается давно с вензелями да уже как по разметке то есть вы знаете откуда начать куда вы поведете чтобы у вас как раз вот эту вот симметричность не уходила вот так же я хотела и вот такие вот вам быстрые до показать фактуры которые можно прям делать быстро быстро и клиенты обычно очень на такие знаете мини-шоу очень хорошо реагирует им очень нравится что вы там что-то потыкали и вдруг раз и брызги появились вот а последние дизайны которые я тоже хотела показать у меня было много идей с такими вариантами они все как бы по посложнее они многоступенчатые скажем так и поэтому требует определенной какой-то подготовки и для вас мы приготовили такой сюрприз с командой мы дизайны которые у меня были в виде идей подкрепим вам на стену они вам могут либо просто подсказать еще идеи к дню святого валентина к 14 февраля либо они могут вам создать такое настроение потому что мы подкрепили книг к этим дизайном такую игру мы их пронумеровали и вы можете проголосовать за тот дизайн который хотите посмотреть в поэтапном исполнении и мы наиболее вам понравившиеся варианты сделаем в виде мастер-классов и до 14 февраля будем потихонечку их выкладывать на стене потому что идей было много и часть из них было достаточно сложным в исполнении не каждому новичку скажем так можно такой дизайн сделать поэтому мы решили вот таким образом поступить светлана спрашивает делаю ли я все одним штампом да свет сегодня работу прям вот одной и той же пластиной потому что достаточно такая романтичная тут кружавчики всякие разные мизелюшки контурные цветочки очень красиво тоже смотрится классно поэтому да сегодня вот этой пластины я решила поработать потому что мне кажется она очень хорошо подходит под тематику нашу сегодняшнюю с вами встречи так теперь будем тоже делать штампик вот этот вот возьму паттерн так сейчас почистим и все то же самое делаем наносим лак отпечатываем и переносим на типсик так получилась у меня штучка так теперь матовым топом вельвет топ гель также перекрываю цвет просто вау да очень красивая слива сочетание с красным тоже смотрится обалденно мне кажется вообще вот этот зайти красный лак для стемпинга он прямо очень такого классического красного красивого оттенка мне кажется если у вас даже например клиенты любят красное но уже совсем переходили со всеми цветами вы можете сверху штампиком поставить этим цветом просто до без дополнительных каких-то дизайнов а просто даже на любой красный цвет вот этот крат такую красную сеточку и будет уже другой оттенок и вроде как и дизайна нету но вроде как что-то по-новому сделано очень любят клиенты такое реагирует хорошо видите даже смотрите на белом на белом цвете до считаете смотрится как будто пол ногтя почти красные то есть если даже у вас нету красного какого-то который клиенту понравился можно можно превратить его в красный цвет только с таким вот рисунком номер пластины какой девочки если мне кто-то смотрит из менеджеров пожалуйста помогите напишите какой номер пластины потому что честно говоря я не помню я помню что это пластина кружева вот по номеру точно я не помню либо смотрите елен если сейчас никто нас не смотрит из девочек менеджеров то я вам просто в комментариях посмотрю и напишу когда эфир закончится когда он сохранится поэтому если что прочитайте просто ответ на свой комментарий так ну что у нас получился вот такой вот фон прекрасный сейчас мы сотрем уже лишнее с него чтобы нам тут не мешало и не портила вид красивый и что я хочу на этом типсике нарисовать смотрите я вам сразу покажу потому что если вы не рисовали никогда какие-то объемные изображения немного может быть сложно понимать как это выглядит я буду рисовать сейчас не надпись love а буду рисовать из ленточек сердечко но она тоже будет с выделением светлых частей и темных частей то есть смотрите у нас здесь с вами такой дизайн когда покажу ногти на своем когда у нас что-то выходит наверх да то есть как как какие-то части ленточки они идут сверху а какие-то внутри и нам нужно их оттенить чтобы у нас получился к объем как будто эта ленточка летит и в воздухе пишет сама собой надпись да вот ирина подсказывает пластина номер четыре называется кружева вот поэтому я немножко облегченный вариант вам взяла сейчас на типсе на демонстрационном чтобы вы поняли принцип вот когда вы поймете принцип очень много в принципе вы можете уже рисовать скажите обзор красок эль паста краски м паста я думаю просто опечатал снежан обзор красок хорошо думаю что сделаем но мы ими работаем в каждом эфире каждом эфире я ими в работе в своей с клиентами работаю просто каждую коррекцию потому что ну не было клиенты носят дизайн и часто я что-то дополняю до что-то разукрашиваю что-то например из шермиконов использую да как просто контур у нас есть также отличная техника nail crust когда у вас как раз уже сделаны слайдеры в виде контура и вы можете пасты все это разукрасить опять же те у кого например вензеля не получается это очень крутая возможность сделать так же ровно вензеля потому что обычно nail crust и торчит один вот например nail crust они видите они уже сделаны вам подсказкой куда ставить какой мазочек где какая вензелюшка и так далее то есть это как бы контур для заполнения как знаете как разукрашка вот особенно например те кто было еще очень часто говорят мастера что я например умею рисовать вензеля там условно но у меня вот я не понимаю как по композиции я вроде виду этот вензель а он у меня куда-то уходит в бог получается какая-то фигня непонятная некрасиво например вот как раз эту проблему и решают трафарет и nail crust эфир где сохранится как обычно на стене вконтакте здесь так рисуем ленточку так на уголочек я тоже поставлю и смотрите здесь я отвожу в сторону и загиб вот такое вот делаю и и отсюда у меня пойдет с тоненькой но толстую и закончим вот такой вот срез на ленточке будет и и здесь тоже так же так а здесь мы например вот побольше делаю что больше на сердечко было похоже они на букву в а здесь у меня пойдет и загиб пойдет он вниз например здесь потолще то есть сначала все начинается с подмалевка подмалевок мы сначала рисуем сейчас я рисуем посты тоже ну в принципе можно и так оставить так сейчас ну да оставлю так здесь потолще сделаем тоже чтобы было похоже на сердечко и сейчас мы вот эти все перегибы с вами будем оттенять то есть сначала это подмалевок и он не очень у нас похоже что ленточка туда-сюда вьется подсушим это теперь мы берем с вами либо черный либо бордовый либо темно-розовый я возьму я думаю что черный и смешаю немножко с розовым что совсем прям темный не был смотрите у меня еще в чем здесь фишку я хотела сделать что она у меня такая бордовая матовая поверхность получилось да а ленточка она глянцевая и тоже это придает такой интересный момент дизайну плюс еще вот все эти завороты там внутри кажется что это как букет роз мне кажется вот такие ассоциации по крайней мере вызывает так дальше темным что мы делаем смотрите вот где у нас заворачивается вовнутрь там мы будем оттенять вот эту нас сверху сверху от нее вот эта часть она во внутрь мы ее немножко оттянили и она пропала дальше здесь тоже вот это вот она чуть-чуть внутри мы тоже ее так вот оттеним вот эта часть у нас пойдет тоже с тенью чуть-чуть вот здесь капелюшку поставим так и надо придумать вот это вот наверное вот так вот все теперь у нас частично скрылась от глаз какие-то части которые внутрь заворачиваются также подсушиваем и теперь мы должны высветлить вот смотрите где у вас была тень там обязательно должен пройти рядом свет что получился объем я рисовал такие дизайн очень круто получается обожаю ленточки такие клиенты любят такие дизайны оксана спасибо большое оксана да я тоже думаю что они смотрятся очень очень так мило и найдут отклик в сердцах клиентов к тому же их можно ими писать этими ленточками много всего да и не только на день влюбленных поэтому главное вы технику перенимайте а там уже придумайте куда это еще можно использовать вот видите у нас здесь была тень поэтому нам обязательно по краешку вот сюда нужно пустить свет чтобы получился объем потому что объем он делается у нас с вами из сочетаний света и тени и немножко еще ленточку высветляем вот в этом месте и сразу она у нас вперед вылезла вот здесь у нас была тень и здесь тень и здесь поэтому здесь обязательно должно быть светло чтобы получился также объем делаем и тоже чуть-чуть по прикладывайте кисточку чтобы атласная ленточка получилось на кончик можно прям чуть-чуть блик поставить вот этот вот заворот обязательно нам нужно с вами выделить потому что он идет впереди смотрите тоже здесь тень и тень значит между ними нужно чтобы была светлая часть выделяем кончик можно чуть-чуть подчеркнуть чтобы он там не терялся и смотрите здесь тень и вот здесь выходит свет даже лампу бликует в этом месте поэтому мы тоже здесь делаем такие вот насечки и выделяем вот такой получился у нас сердечко такое из ленточки объемная и теперь вам это все нужно подсушить ура я все успела я уложилась прям минута в минуту потому что обычно если какие-то такие достаточно сложные дизайны получается где-то два ну максимум три показать если скоростные побольше здесь смотрите мы с вами сегодня и сложные порисовали да уже с объемом с каким-то столкнулись и познакомились до кто раньше не рисовал и более скоростные дизайны тоже порисовали так давайте я вот на выложу на крышечку от импасты от набора сегодня то что мы с вами рисовали вот сделала вам такими дуэтиками чтобы вы могли использовать это например на соседних ногтях делать ногти компаньоны или например допустим большой там и безымянный то есть сейчас уже то безымянный средний поднадоели немножко поэтому часто делают разные ногти большой безымянный или мизинец безымянный или например большой указательный и разбрасывают по-разному по рукам все это тоже актуально поэтому не зацикливайтесь на только на 2 до которые мы обычно делали раньше экспериментируйте это тоже очень классно приветствуется клиентами когда вы предлагаете им что-то новое и интересное надеюсь я вас вдохновила своими вариантами может быть у вас уже закипел мозг и вы какие-то свои варианты уже придумываете это все приветствуется и как раз тогда значит эффект эфира достигнут вот я была очень рада вам сегодня что-то показать из дизайнов и поделиться своими какими-то лайфхаками шикарно себе захотел спасибо большое оксана да и не забывайте что мы еще приготовили для вас интересные идеи к дню святого валентина и обязательно голосуйте за понравившийся дизайн я с удовольствием разложу по этапам и сниму для вас еще мастер-классы все хорошего вам вечера хороших вам впечатлений до дня святого валентина и я думаю что это не последний эфир на эту тему и мы продолжим с вами сочинять какие-то дизайны под этот замечательный праздник как хорошо что я купил набор для стемпинга раньше всего так и хочется дойти поскорее до дизайна спасибо за эфир и вам спасибо да конечно же анстемпинг это вообще просто сейчас востребованы очень штука которая помогает работе безусловно все пока пока обнимаю целую вас